Петуха Он заклевал петуха В сеть бухгалтер зашел во внеднице Эта запись я сделал в поле По ощущениям того, как я стою и смотрю, как работает техника Это не передать словами Какая-то мощь Когда огромный К-701 проезжает мимо нас культиватором Это просто нечто Не передать словами Этот породистый советский звук жесткого В-12 В погоне за которым идут две сейлки Если честно, даже не верится, что все это наше Что мы это делаем Это такой масштаб, такой объем Хоть мы и небольшие фермеры У нас всего три тысячи гектар По сравнению с окружающими нас холдингами Где по сто тысяч гектар в хозяйстве Просто ощущать этот размах Огромнейший размах поля Количество техники Того, что мы создали И продолжаем создавать и развивать В голове лишь одна мысль Наверное, это сон Волшебный шермер Волшебный шермер привет тебе дорогой зритель а также шум брат это мордовия канал не совхоз это новая серия нашего сериала вначале мне бы хотелось вам сказать одну интересную мысль знаете к чему я пришел что наш блок он все-таки не сельскохозяйственный он прожить сельскому хозяйству прожить в селе жизнь деревне и все что с этим связано так вот к чему я это говорю как вы могли заметить первый сезон был наверное посвящен решению проблем от первого лица от меня там от тамары и у нас был но мы не сильно много снимали про работников так что в этом сезоне мы исправим и вы наверное это заметили а также мы поработали над качеством роликов над картинкой за это огромное спасибо монтажеру оператору которым пристрелили в предыдущих сериях но это все были шутки чтобы я хотел вас попросить о чем бы я хотел бы вас попросить подпишитесь на наш канал поставьте лайк под этим видео напишите комментарий ведь мы работаем без монетизации и рекламы как вы можете заметить на нашем канале не очень много однако сил мы тратим большое количество и все это ради вас поэтому если вам не сложно нажмите подписаться если у вас нет канала создайте подпишитесь при условии что я вижу статистику нас в среднем смотрят от 100 тысяч человек и вы не писаете какое-то огромное количество людей большое меня узнают на улицах других городах в аптеках магазинах и так далее я об этом писал пост на ю тубе выкладывал его это очень приятно и это очень удивляет что так много людей заинтересованы сферой сельского хозяйства в жизни в селе что мы вам и даем ну что усаживайтесь поудобнее заваривайте чай кто-то еще что-то заварит вкусняшки готов это кино серия начинается прямо сейчас приятного просмотра а Субтитры делал DimaTorzok Ну что ты, Пашка, даже соломы от сена отличить не можешь Какой тебе дождь? И что ты без меня не можешь? Для того, чтобы вызвать дождь, нужно еще больше энергии Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 мы себе нечестно быстро отзавелся так пойдемте тут все понятно отзавелся к ней мы чуть покрутили гайку покажу еще один который мы будем заводить на самом деле их здесь много это кстати камаз бывший из хозяйства который мы взяли оказался здесь он был близен есть еще вот такой камаз который мы будем смотреть и запускать ну ничего страшного мы восстановим они у нас махина какая и в целом много техники мы прям совсем здесь везде гулять не будем получается государство стоят но нас интересует 1 камаз 2 камаза а также мы сюда не только за камазом переехали алла на я не знаю пока только камаз запустил он туда фильтра оставили старый но он сгнил а здесь пластина между прочим наварена короче доделываем мероприятие которое нужно доделать по камазу при проверке на немножко вы испытаем попробуем поездим и идем к следующему а я погнал вопрос можно 10 вот это вот вот так вот вот так вот и 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Петроциклин и аскорбиновую кислоту. Аскорбиновую кислоту? Таблеточку. Самую простецкую. Таблетку? Ой, точнее вот такая. А... Таблеточку. Короче, у меня и цыплят пропалить. Там надо таблетку. О, да, вот такую вот. Петроциклин еще надо купить. Здесь не было, привезут завтра. Но, так как, до завтра я уже забуду. Поэтому едем покупать сразу. Вот это движение в больших берегах. Ля, несутся просто. Мы купили пеленки. Для чего? Для того, чтобы постелить их в брудеры. Пока наши цыплятки будут маленькие, пеленки будут им служить хорошей, удобной подстилкой. Они будут неким индикатором того, как цыпленок себя чувствует. Потому что они будут ходить в туалет. Мы будем наблюдать их стул. Ну, это обязательно надо, чтобы не упустить тот момент, когда цыпленок заболеет чем-то. Дней пять, наверное, первых. Мы их поддержим на пеленках. Потом пеленки уберем. У нас при севе пшеницы не обошлось без эксперимента. Мы уже отсортировали пшеницу. И у нас есть поле одно. Оно небольшое, 17 гектар. И на этом поле мы заложим эксперимент с компанией Bionovatic. Что мы сделаем? Мы с вами поделим поле пополам. На одном поле мы будем использовать систему защиты от Bionovatic. На втором поле мы будем использовать стандартную нашу систему защиты. Сейчас мы в протравку будем добавлять три этих препарата. Эксперимент уже закладывается с момента сева растений. Потому что мы добавляем Organic-P. Вырабатывает комплексы органических веществ, переводящих недоступные для растений соединения фосфора и калия в доступную усвоенную форму. Микробиологические удобрения. Ну, естественно, мы добавляем адлистеры в доспех квадро. С5. Добавляем регулятор роста растений. И органит N. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, мы натравили две тонны. И сейчас поедем уже сеять. Это наше самое последнее поле. Мы его будем самое последнее закрывать. Поэтому возвращаемся обратно к работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я решил поля не вот так поделить, а вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть у нас одна сторона будет посеяна с препаратом Бионоватик, а эта сторона будет у нас просто, ну, с нашей обычной технологией. И мы как раз таки и сравним. Сравним урожайности, сравним в целом культуру, были ли изменения, будут ли изменения. Или их не было вообще. Посмотрим, узнаем, в чем были. Но помимо того, что мы протравку сделали с продукцией, мы еще и гербицидную обработку проведем, и инсектицидную. И посмотрим, дает ли какой-то, ну, сравним экономику. Будет смысл, не будет смысл. Так забавно, что мы в предыдущей серии сказали, что у нас все, мы все отсеяли, яровые отсеяли, ну, кроме рапса, естественно. А эксперименты еще продолжаются. Это еще не все. Ребят, у нас уже вот такая большая рассада, грядки готовы, едем высаживать. Некоторые помидорки выглядят вот так печально, но что поделать. Какое-то время у нас здесь была неправильная температура, мало освещения, ну, ничего, там теплица большая, теплая, светлая. Я думаю, сейчас пересадим, подкормим и все попрет. Так вот, ребята, скобка огородов, посадка. Обращайтесь. 9-3-7-9-9-9-9-2. К сожалению, таких антенн больше не сможем повторить, нет исполнителя, но что-то мы можем. Так, рассказывайте, как мы будем высаживать их? Один вы там с краю, да? Да. В один ряд, в два ряда как? В два. Вот здесь вот, чтобы они ищут. Да нет, вот так вот по дворяду будет. Может быть. Чтобы побольше расстояния у них было. А это не мало? Может, по одному в ряд? У нас их немного. А мы же еще купим с собой? Ну, мы купим, но не будет им тесно? Нет. Нет? Ну ладно. Если их по три делать, да, им будет тесно. Я не поливала уже пару дней. Ну, не поливала и мы сейчас посадим, польем. Ладно, я хочу тоже поучаствовать, принять участие. Я сейчас выберу самый красивый, который выглядит самым здоровым, чтобы он точно не умер. Играет музыка. Леви ши. Дожди. Мне тогда с капустой и картошкой еще. Давайте всего по два. Тут закупились, чисто петербургский лимонадик, еще один лимонадик. Ей два просил, но мне три положила, может ей понравилось. Тут еще с капустой, с картошкой и там еще две пиццы. Блин, мне так вот этого в Москве не хватало. Хрен найдешь беляши, чтобы продавались вкусные. Я не знаю, с детства с этого привыкла. У меня там работала в администрации или на Грессе где-то. И постоянно со столовой таскала такие вкусные булки. И я на них с детства подсел, я их обожаю. И вот мне теперь болезнь, что мне нужно обязательно где-то жить или находиться рядом с местом, где продаются такие булки. Набрал. Сейчас будешь помогать иметь. Будешь. Будешь. А вообще мы сейчас едем на базу, потому что случилось веселье. Просто смешнейшее. на рум, который польский, но турецкий, на нем, короче, треснула рама. Я официально заявляю, что это первая иностранная вещь, иностранное производство, которое сломалось раньше, чем отечественное. Лучше, чем Макдональдс. Вкуснее, чем Макдональдс. Ага. Сюда. Я не могу. Кажется, просто руки зайдут. Грязные. Скажи, что, держи. Спасибо. Я просто работаю промолокеру. Блин, ну не дают даже. А то, что меня обвинили, вы бы заходили, вы бы меня, наверное, забыли. Меня сейчас будут опять документы просить подписывать, я не хочу заходить. Сил нет. Здрасте. Сил нет. Загрев. Загрев. Загрев сиденье. Какой горячий в духовке. А что, где на треслоне? Везде, во всем швах. Вот, еду. Они, видишь, что? Они профиль слабый сюда поставили. Им надо было хотя бы не так поставить, а вот так, лежа. Ну, чтобы она не разрывалась. Ну да, лежа надо было поставить, он попрочнее был бы. А он правильно, он здесь долбить начал. Снизу, вон, поглядите с ним. Охренеть. Я до этого смеялся, что это первая техника в нас хозяйство, которая не отечественная, но хуже, чем отечественная. Да, да. Ха-ха-ха. До первого. Ох, сила. Блин, тут металл. У меня на китайце металл, мне кажется, прочнее. Блин, тут металл. Все, долго, вот. Куда ты? Да. Покажу, чтобы видно было, разлом. Беда. Будем заново делать раму. Доделай то, что плохо сделай. Это чёрт, блядь. Сырованцы. Глянь, они друг к другу даже клеют. Вообще очень круто, что мы в том году зашли в этот коровник. Он был пустой, без света, без всего. Здесь разбитый, разрушенный. А сейчас у нас здесь и свет, и отдельные помещения. И даже вот цыплята уже вывелись. Клеют друг другу, бегают. Главное делать. Продолжать, продолжать делать. Я довольна. Они пьют пропойку. Я немножко переживала. Запуталась я уже в этих пропойках, честно говоря. Но ничего. Главное не давать антибиотики, не увлекаться. Да и всё. Водичка с мёдом, иммуностимулятор, завтра витамин. Приходите завтра посмотреть. Водички. Надо пешком ходить. Ждём. Проносите яйца. Что там ещё нужно? Крупа? Ну, пшено. Пшено. А им можно сейчас пшено? А им нет? Да, варёные. Не крякнут? Хотя крякнут у нас другие живые. Когда выпьются. Видели птенцов голубей? Когда нет. Вон они сидят. А что ты на меня убыкуешь? Они вон там. Вон они вон там. Ты слышал, что голубь и так? Прикольно. Ну ладно. Программа «Молодая семья». Доступное жилье работают. Привет! Привет! Чистенькие свинки, вот здесь в них относительно порядок, мы убираемся. Класс. Вы это будете, носиться-то? У меня обычно, встречаете-то. Или надо вам это? Всё, 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 всё начнёс. И вот наш ролик подошел к концу Вы можете заметить, я чумазенький, лицо у меня грязное И мы начали сеять рапс Но это, ребята, уже другая серия Она будет тоже очень интересной Не забывайте в нас подписываться Ставить нам лайки, подписываться вконтакте В нашу группу в телеграме Мы все делаем для вас И для тех, кому интересно, у нас нет монетизации Это чисто проект от души вам На этом я с вами прощаюсь Но до следующей серии Ах, да, чуть не забыли Итак Приготовьтесь к сеансу Пожалуйста, у тебя печать с собой будет или не будет? Или мне кажется? Просто у вас бланки, я спрашиваю Ну, фаш, вы или стоите? Да, бухгалтер зашел, а у меня здесь бланки стоит Да я все нормально, я нормально буду Ну, нормально Ну, вы или стоите? Да с собой будет печать Ну, ты на всякий случай возьми Ну, ты на всякий случай возьми Значит, оставь Еще вопрос Дай мне снять Дай мне снять Зачем я закончил? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!